Всем привет, ребята! Вы на канале Джулия Джулия, и с вами Юля, и сегодня я снимаю вашу любимую рубрику Back to School. В этом видео мы вместе с вами будем собирать пенал в школу, поэтому, если вы хотите еще такие видео, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал. Если мы соберем под этим видео, как я собираю пенал в школу, более 200 лайков, то я выпускаю следующее видео Back to School, поэтому все в ваших руках. Также не забывайте, у меня сейчас проходит конкурс на моем канале на подарочки из Сочи, он уже скоро завершится, так что успевай. Спасибо. Смотри, ссылочка в описании. Давайте сейчас собирать пенал, и поможет мне в этом мой органайзер. Подробное видео о том, как я вообще органайзер этот обустраивала, так скажем, что я туда положила, есть уже на моем канале, поэтому смотрите. Вот так выглядит мой пенал, я вам его уже показывала, видео про распаковочку с Wildberries. Одно мне не нравится, что у него очень шумная молния. Напишите в комментариях, кто как справлялся с такой шумной молнией, но правда она вот почему-то очень громкая, у меня ни одного пенала такого не было, но так как я его заказывала, я не могла проверить молнию. Сам пенал мне нравится, тем более он такого моего любимого цвета фиолетового, даже видите, у меня ногти подходят. Поэтому сейчас вот давайте его и собирать. Я их тоже заказывала на Wildberries, я вам показывала. И возьмем такую вот одну ручку, у меня, кстати, она есть в органайзере, тоже новая, поэтому как раз таки из органайзера мы и достаем. Вот такую вот ручку, она классно пишет, мне понравились эти ручки. Кто не смотрел вдруг видео про распаковку с Wildberries, обязательно. Я всегда обычно с собой беру два простых карандаша, потому что мне так удобнее. И смотрите, какие у меня в этом году прикольные карандашики, они просто черные, мне очень понравилось, что они полностью черные, даже вот тут. И поэтому я их и решила купить, потому что они меня этим и зацепили. Кладем к нам в фиолетовый пенал все черное пока что. Но теперь у нас, смотрите, яркие ручки. Представляете, меня потянуло к двум ручкам, хотя это было в разных магазинах вообще в разное время, с одинаковым цветом. Я не знаю почему, мне очень приглянулся именно ее цвет, она в принципе обычная. Покупала я, не помню, вроде ее в ленте, и поэтому складываем. И вторая ручка у меня вот так выглядит, у нее уже, наверное, да, у нее тонкий стержень вот такой вот. И она, как видите, похожего цвета, как и у этой ручки. Просто офигенно. Так, складываем дальше. Следующее это мой ластик. Первый раз, кстати, буду пользоваться таким ластиком от Эрик Краус. До этого у меня всегда были другие ластики, интересно, как он стирает. Но пока что у меня еще запечатанный, потому что еще учебный год не начался. Поэтому кладем пока в запечатанном виде. Тоже в наш пенал. Дальше, что я складываю, это вот такая точилка. Точилка, на самом деле, в школе я пользуюсь очень редко, потому что беру с собой два карандашика, ну и больше точить, собственно, нечего. Но все равно беру, она очень милая, фигурная, в виде виноградика. Я вам покажу самую-самую важную вещь, которая нужна каждому вообще в 11 классе, тем более. Это поп-ит. Поп-ит брелок. Я его купила в Сочи. Но он мне, правда, очень нравится. Я решила его положить в пенал. Почему нет? Если, тем более, будет место, посмотрим. Но пока что я его складываю. Ну, он, правда, очень-очень классный. Я вам уже его показывала. Ну, почему бы его не взять, собственно. Так что складываем. Теперь в ход пошел мой органайзер. Я сейчас буду брать вот такие вот свои текстовые делители. Я вам их уже показывала. Они мне очень понравились тем, что они пастельных оттенков. Я их тоже заказывала на Wildberries. Вам показывала в видео Back to School. И эти текстовые делители реально очень-очень классные. Только посмотрите на их оттеночки. Давайте я вам, наверное, даже сейчас покажу, как они пишут. Вот такие вот текстовые делители от Brauerbeck. Как раз-таки таких приглушенных оттенков. Поэтому складываю их в мой пенал. Так. Наверное, знаете, я не буду брать с собой сразу все текстовые делители, потому что их очень много. Я не буду брать, наверное, с собой... Нет. Возьму с собой желтый, розовый и вот этот. А вот этот брать не буду, чтобы лучше чертовать. Дальше я складываю вот такие вот стикеры. Они мне очень пригождаются, когда, например, я бываю на литературе, потому что как раз-таки и мне очень удобно что-то выделять. Ну, то есть прикреплять на книжку и писать, что мне нужно. Поэтому эти стикеры всегда со мной. И я вот купила новый наборчик. Вы видели в магазине лента. Так что складываем. Вот сюда. Смотрите, какие яркие. И что нам еще надо? Сейчас тоже надо придеть. Также недавно мне пришли еще вот такие вот капиллярные ручки от Берлинга. Но я не буду с собой брать все. У меня их всего 10 штук. Тоже в органайзере. Но я возьму с собой, думаю, где-то примерно вот эту ручку, вот эту. Три ручки возьму. Вот так вот выглядит сама ручка. У нее очень тонкий стержень. Давайте я сейчас вам тоже покажу, как она пишет. Кто вдруг у меня не видел новое видео, которое я вам тоже показывала с этими ручками. Но они очень классные. Мне прям безумно нравятся. Поэтому тоже, если думаете о покупке, не задумывайтесь. Обязательно покупайте. Ручки от Берлинга классные. Складываем тоже в пенал. Я с собой беру. Обычно беру с собой одну скрепку, потому что мне бывает они нужны. И я всегда складываю в пенал хотя бы одну скрепочку. Как видите, у меня очень удобно, что в органайзере вот есть целое-целое отделение. Вот эти скрепочки. И также я обычно беру какую-то вот такую магнитную закладку, потому что в учебниках часто тоже они пригождаются. Особенно, когда какие-то контрольные, и говорят учителя, где нужно какие-то смотреть задания, то магнитные закладки просто кстати. У меня есть, конечно же, и вот такие, но я, честно, не очень их люблю, чтобы закреплять в учебнике. Поэтому беру магнитную. Давайте возьмем вот эту милую скотейкой. И тоже положим к нам в пенал. На самом деле пенал очень уместительный. Только посмотрите, сколько у меня всего поместилось. Листочки для записи, так скажем, которые наклейка основной. Вот такие вот, смотрите, здоровые заметки. Я покупала их в магазине FixPrice. Они стоили 100 рублей за такую вот упаковку. Тут 500 штук. И на рабочем столе очень удобно, потому что мне нужно что-то записать срочно, то я достаю сразу такой листочек, ну и, конечно же, записываю. Такой вот блок небольшой, розовый, с бабочкой. Потому что тоже часто мне прям нужны, особенно перед какими-то контрольными или во время учебы, чтобы что-то выучить срочно. Все просто необходимо. Так что в пенал я все сложила, все, что было мне нужно. Конечно же, попыт мне не особо нужен. Я его выложу, возможно, это так просто по приколу. Но сам пенал заполнен. Кстати, ребята, последнее, что я забыла с собой сложить в мой пенал, это линейка. Но возьму я вот такой треугольник, потому что линейку прозрачную вот такую же я потеряла, а новую пока что я еще себе не купила. У меня есть также другие линейки, вот, например, вот такие, но они мне вообще не нравятся, потому что они вообще не подходят в мой пенал, и я хочу именно ту линейку, которая будет хорошо сочетаться, и прозрачная, в принципе, сюда подходит. Поэтому еще в мой пенал отправляется линеечка. Ну что, ребята, вот такое было видео. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал, и также подписывайся на мой инстаграм, ссылочка будет в описании. Это было все на это все, с вами была ваша Юля. Всем желаю счастья, любви, добра, до новых встреч, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok